10 сентября народонаселяющие Чувашии соберутся на свой первый съезд. Им предстоит обсудить множество вопросов дальнейшего культурного взаимодействия, в частности создание ассамблеи народов Чувашии. В числе ее задач – поддержка национально-культурных объединений, создание условий для культурного обмена. В Чувашии действуют 34 национально-культурных общественных организации, представляющих 16 национальностей. У татар, например, таких организаций несколько. И неудивительно, татары – третья титульная нация в нашей республике. Больше всего татар проживают на территории Батревского, Комсомольского, Шамуршенского районов и в Чебоксарах. Хотя и в других муниципалитетах можно встретить татарские семьи. Духовным центром татар Чувашии считается поселок Шигардан в Батревском районе. Здесь расположено Духовное управление мусульман, Центральная соборная мечеть имени трехсподвижников, другие учреждения. Здесь проходит ежегодный сельский экономический форум «Шигарданский диалог». Неподалеку от Шигардана ежегодно устраивается и большой татарский праздник с Абантой, неизменно собирающий тысячи участников и зрителей со всей Чувашии и соседних республик. Но Ясная Поляна – далеко не единственный пункт туристическо-поломнического маршрута. Большинство приезжих стараются поклониться татарским святыням, захоронениям исламских миссионеров. Здесь покоятся люди, которые переселились из древнего города Шахри-Булгар, то есть это Булгар, столица Борской Булгарии и первая столица Золотой Орды. И они переселились сюда. Вот Ямюшхаджи, Ибрахим Угла, вот такие вот фамилии, не фамилия, а имена вернее. Чуваши и татары в Батревском районе издавна живут в мире и согласии. Местные жители одинаково свободно владеют и чувашским, и татарским, и русским языками, что неудивительно – смешанные браки в этих краях не редкость. Фариду и Альбине Абитовым это очень помогает и в профессиональной деятельности. Она занимается с юными дарованиями в татарском Шагардане. Он – бессменный звукорежиссер на всех выступлениях юных танцоров и певцов в чувашском селе Батрево. Такое добрососедство – миниатюрная модель межнациональных отношений во всей республике. Мы действительно относимся к Чувашии как к общему дому и стараемся не омрачать погоду в нем ссорами и конфликтами. Именно поэтому татары, как и другие народы, выступают за создание ассамблеи, связывая с ней надежды на сохранение многонационального разнообразия республики. Мы хотим сохранить свою культуру и свой язык. Мы вышли с инициативой, чтобы могли организовать какие-то курсы, например, курсы татарского языка, мордовского языка, вот чтобы сохранить, а стало сохранить культуру народа.